Мы продолжаем с помощью Всевышнего изучение книги «Ежедневный урок Хофицхайма». Урок изучается «Рихо шлему ля слаха бихон нимшель, Раиса Бацонева, Холи Сраэль». И мы дошли до восьмого дня изучения. И здесь будет, я надеюсь, очень интересно, потому что будет действительно очень важная пометка «Задина иврите» в английском издании этой книги. Итак, восьмой день. Прошлая человека, еще одна тема, чреватая Лошенгара. Упоминать о нем запрещено, если рассказчик или слушатель считают его постыдным. Хотя бы это было и не так. Мудрецы учат, где стоят Балычуа, не могут стать даже совершенные праведники. Быть Балычуа не позорно, но запрещено сообщать, что некто Балычуа, если рассказчик или слушатель смотрит на таких людей сверху вниз. И он не пишет в скобках, что законы Балычуа рассматриваются в главе 20. Тут нужно заметить сразу же, что слово Балычуа немножко поменяло значение. Даже не немножко. Сегодня мы говорим о Балычуа как категории людей, которые родились в нерелигиозных семьях и стали религиозными. В отличие от так называемых FFB, Froom from Birth по-английски, людей, которые родились в религиозной семье. Во время Талмуда речь шла не о Тинок Шенишба, которого потом каким-то образом встретили религиозные евреи. Тогда все почти вреи были религиозными. В том числе, который позже узнал, что он еврей и стал соблюдать. Речь шла о совсем других людях. Балычуа – это был человек, который когда-то согрешил, но потом полностью раскаялся и стал даже, может быть, лучше, чем был до этого. И это действительно что-то, в чем есть, на самом деле, элемент постыдного. То есть, хотя Хазаль учат по одному из двух мнений, там, кстати, тоже есть диспут. Но по одному из двух мнений, действительно, это Балычуа может достичь еще большего уровня, чем было. И вот, так сказать, грехи могут даже превратиться в митсвы, и он может стать ближе, чем даже полный праведник. То есть, то утверждение, которое я инцитирую, там, где стоят Балычуа, они могут находиться даже в полной праведнике. Все равно понятно, что многим Балычуа будет неприятно, чтобы знали, что они когда-то грешили. Да, оступились. С другой стороны, сегодня человек, который вырос в нерелигиозной семье и стал религиозным, я думаю, что большинство из нас этого не стесняются, и это совершенно нормально. И тем более, если люди действительно рассказывают и говорят про кого-то Балычуа с негативным оттенком, уж мы-то точно тут ни при чем, потому что чем мы виноваты, например, те, кто были в Советском Союзе и не знали ничего про иудаизм. Наоборот, это великое достоинство, что мы стали после этого религиозными, когда узнали. Поэтому в данном случае все равно будет применимо то, что они сказали. Я не спорю с тем, что здесь написано. Я просто хочу подчеркнуть, что обычно никто этого не стесняется и не пытаются это скрыть. Но есть Балычуа, которые не хотят, чтобы знали, что они Балычуа по тем иным причинам. И есть люди, которые по своему недостатку знаний или еще каким-то своим причинам из-за своей гордости считают Балычуа как бы ниже уровнем, чем Фрунг Фрунберс. И такого типа людей, конечно, нельзя бы при них говорить про кого-то, что он Балычуа. Также, если сам Балычуа по той или иной причине не хочет, чтобы это знали, он имеет право, соответственно, не хотеть, чтобы про него говорили, что он Балычуа, если это не особенно заметно. И, соответственно, он не хочет это афишировать. Теперь, следующий день, девятый. Курсивом они написали самообвинение. Даже если человек чувствует, что не в состоянии безупречно выполнить какую-то заповедь, он должен стараться выполнить ее как можно лучше. У них, обычно, к курсиву, похоже, написано не то, что напрямую имеет отношение к тому, что написано дальше. Это просто, видимо, как своего рода эпиграф. Что нужно стараться соблюдать как можно лучше, безусловно, к Лошенгара это относится. Потому что полностью соблюсти из-за этого заповеди не все могут, далеко не все. Но хотя бы это не значит, что раз все равно будешь ломать иногда запреты частично, а вак Лошенгара, то значит все разрешено, и все равно уже разницы нет. Конечно, есть разница между человеком, который осторожен со своим языком, и иногда оступается немножко. И человеком, который просто игнорирует полностью запрет Лошенгара, как если бы, например, человек полностью игнорировал запрет Трифот, или запрет носить одежду из шатнеса, или запрет бриться лезвием. Это человек, который мумор, можно сказать, едва рахат. Разве что есть оправдание, что многие другие тоже так делают, тогда это может быть не совсем то же самое. Это больше похоже немножко на тинок шинишба в каком-то смысле. Когда люди игнорируют какой-то запрет, и все общество в основном игнорирует, то отдельный индивидуум, который тоже так делает, он даже не становится по суле и дут, он все еще кошелин для свидетельства. В всяком случае, я хочу сказать, что это серьезное очень преступление, игнорировать полностью запрет Лошенгара. Если ты знаешь, что дальше ты будешь стараться, вряд ли получится на 100% соблюдать. Но нужно хоть стараться, хоть как-то соблюдать, не полностью игнорировать, как будто нет такого запрета. Я знал одного человека, который мамыш игнорировал этот запрет полностью, считал, что раз все равно все этот запрет практически ломают хоть когда-то, так значит можно полностью игнорировать его. Это очень серьезное нарушение. У него язык был без костей, и он вот совершенно спокойно игнорировал этот запрет и считал, что можно остаться артодоксальным евреем, при том, чтобы полностью игнорировать запрет. Один из запретов Тор. Это не так. Тем более, что обычно он ведет с собой много других запретов, как Хофиц Хайм в предисловии уже привел. Такие, как не ломать заповедь любви ближнего слова, как самого себя Запрет не ненавидеть сердце, запрет не быть как корох его компания часто и так далее, и так далее Очень много других запретов Итак, пишет здесь дальше он следующее Я уже сказал, что то, что курсивом было сказано, это не совсем связано с тем, что дальше Запрещено говорить то, что умаляет чьи-то достоинства Даже если человек сам сообщает, что такие-то недостатки ему присущи И что он повинен в том же Всевышний порицал пророка Ешиягу Когда тот назвался человеком с нечистыми устами, живущим среди народа с нечистыми устами Это действительно взята из Талмуда идея такая, что когда Ешиягу сказал Ки-ш-т-мей-с-фатай-м-ан-охи, он сейчас сказал про себя самого У меня нечистые уста Но заодно сказал про весь еврейский народ Убит-то-хам-т-мей-с-фатай-м-ан-охи-о-шев И говорится, что Всевышний сразу же его наказал Это видение, там ангел ему тогда положил на его уста уголь Это все шестая глава Ешиягу, согласно Хазаль Кстати, это с этого началась книга Ешиягу Хотя начинается она с первой главы Но Хазаль считает, что шестая глава это то, с чего пророчество началось То, где он увидел этих срафим Мы читаем это как Хафтору, между прочим, в главе Итро Срафим, ангелы с шестью крыльями Как они восхвалят Всевышнего Кадош, 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 Хашемцева Кот И вот потом говорится, что он, когда Всевышний его вызывает И дает ему шлихут Света Хазаль, видимо, и учит, что с этого все началось Что Всевышний передал послание Ешиягу Ешиягу говорит, я же человек с нечистыми устами Как я могу? И так же мой народ Так вот, за то, что он так назвал еврейский народ Тут не совсем то же самое, о чем речь до этого шла Тут скорее ситуация, когда человек и себя, и других винит в одном и том же И главное, что как вообще шайк Сказать ложь и нора по отношению к тому, что сообщил Всевышнему Всевышний знает, что правда, а что нет Скорее это похоже на другую проблему У пророков тут тоже очень интересно Что пророк имел право критиковать еврейский народ Более того, большинство пророков, они только этим и занимались Это была их основная цель, критиковать наш народ Но критиковать наш народ они должны были нам в лицо А у Всевышнего они обычно искали оправдание нашему народу И пытались сказать, что мы не такие плохие В этом идеал И так же Равина сегодня Что перед Всевышним он ищет оправдание А вот людям самим он говорит, что им нужно исправить Я уже рассказывал не раз эту историю Что Рави Васьман дал в свое время Время Второй мировой войны Когда еще не началось уничтожение повальной евреев Еще когда Свенцум не открылся, да, лагеря смерти Хотя на Украине уже были расстрелы и убийства евреев массовые Но в этом случае вот в этих местах, в Чехословакии Еще не было депортации на просто вот Прямо-таки машина смерти, да, газовые камеры Такого еще не было Но уже многие погибают Уже была большая опасность, и понимали, что опасность очень велика Вообще любая война это опасность Тем более, когда евреи Известно было, какой они занимают Евреи в гитлеровском мировоззрении Вот, поэтому Все были, да, в опасности И вот седьмого адара у них было принято давать драшу Равин должен был дать драшу в своем городе И его Равин, Раби Унгер, болел, и он сказал, что ты дай драшу И он построил драшу на словах Как ты, Всевышний, делаешь так своим слугам Это вообще-то стих не про Всевышнего, но он перефразировал Да, как же ты наказываешь нас И когда его Равин узнал, то он был очень недоволен Пишет Раби Унгер, что мой Рэби Сказал, что лучше бы я больным пошел давать драшу Потому что, говорит, если ты хочешь Жаловаться Всевышнему на то, как Да, как он нас наказывает Это делаем перед собой Всевышним Между собой Всевышним Тебе не нужно это людям говорить От людей требуется их чува Раскаяние, да От людей нужно требовать улучшение добрых дел И раскаяние за плохое Чтобы изменить роги, за ирак, как говорится Да, плохой приговор А вот со Всевышним ты можешь вернуться к стенке и молиться Всевышнему хоть целый день Так вот в этом идея, значит, праведных пророков и мудрецов Что они Всевышнему пытались упросить Всевышнего нас Да, наш народ пощадить А вот когда к народу поворачивались Они в основном извергали пламя и говорили Какие мы плохие и как нам нужно исправиться Вот, а Ишияху, получается, он, видимо, только начинал И поэтому он сделал в этом ошибку Что он, допустил, ошибку, что назвал наш народ с нечистыми устами Перед Всевышним Это не надо было делать Если бы он нам это сказал, то это не было бы проблемой Так вот, на следующий день Десятый день изучения, который мы сейчас будем изучать Там они скажут больше хидусов Даже если человек сам признает что-то Нельзя дальше это рассказывать И мы об этом еще поговорим Но пока они только сказали И если человек тоже признает, что и он в этом повинен Все равно нельзя говорить, что и другие в этом повинны Это лошен-хара И сравнение в том, что пророк Ишияху сказал Что и у меня нечистые уста, и у других И это сравнивается с лошен-хара Хотя не очень шайх ко Всевышнему приходить Лошен-хара, но это, во всяком случае, негативные слова И продолжают они Человек не должен сообщать отрицательную информацию О тех, кого он любит и к кому привязан Это мы видим из случая с Моше и Мирьям Что Мирьям говорила про Моше, хотя она его любила И не собиралась по нему плохое говорить там А наоборот, из любви хотел как бы критику сделать конструктивную Но вот не ему сказала Аарону И это считается как лошен-хара И так произносить лошен-хара нельзя, даже если это делается не с дурным чувством И не для того, чтобы причинить зло И вот дальше, десятый день, очень важная здесь информация Которую, как я сказал, нужно будет подробнее изучать Из первоисточников самого Хофицхайма И вот здесь вы увидите разницу между русским и английским изданием Как важно пометки в конце Насколько они меняют всю суть дела Значит, курсиво написано в десятый день Человек, который постоянно следит за тем, чтобы не причинить вреда словам Не сделает этого и действия Окей, хороший эпиграф А говорят они следующее Хулить человека запрещено, даже если он сам не возражает против этого И заявляет, что ему это безразлично В смысле, то, что Чарльчак говорит, что они против, что все знали Все равно ты не имеешь права говорить лошен-гора в этом плане И это отнюдь не очевидно И непонятно, почему и в каких случаях это вообще относится Продолжение Высказывание, унизительное для чего-то достоинство Запрещено независимо от чувствительности того, о ком идет речь Человек, единственное творение, созданное по образу и подобию Всевышнего Постигать на его достоинство, на его высокий статус в мире Принижать его недопустимо И позволение того, с кем это делают Ничего здесь не меняет Ну, во-первых, отсюда, может быть, можно доказать Что это как-то запрещено или нет Это негативная речь, но не факт, что это еще лошен-гора Понимаете, есть много видов речи, которые не идеальны Или запрещены, или во всяком случае Большой мудрец и праведник такие виды речи говорить не будет Знаете, известная история Из-за, кажется, ховата львовод Что когда они шли с учениками Учитель шел мимо трупа животного И они сказали, вот как он воняет А он сказал, мудрец, что у него зато зубы белые Что негативные высказывания, может быть, не хороши сами по себе Но является ли это лошен-гора, это большой вопрос Так вот, если вы посмотрите в английском издании В конце книги, во-первых, где источник На это странное утверждение Что человек позволяет, нельзя все равно про него это говорить И во-вторых На самом деле ли все с этим согласны То окажется, что все не так просто И сам Хофицхайм склонялся таки, что это не так Как мы сейчас увидим Это очень полезно, как я сказал То, что они напечатали на иврите в конце английского издания И в данном случае свидетельство самого Рабихилла Закса Да, это из потомков Да, потомков человека, который женился на дочке Хофицхайма Кажется, его отец, наверное, да Это, получается, сын человека, который был зятем Хофицхайма Да, это все не так много поколений Да, Хофицхайм жил всего сто лет назад Меньше, чем сто лет назад умер Поэтому есть люди, которые Их отцы, например, знали Хофицхайма лично И спрашивали его вопросы Поэтому вот здесь очень нужная информация сохранилась для нас И я ее все прочту Но сначала их источник Источник это Что это такое? У Хофицхайма, в его книге Хофицхайм Есть две части основные У него еще разные пометки, но основные части две Сверху и снизу Сверху это сам закон А снизу, типа, источников, доказательств и тому подобное И это называется Бермаймхайм Живая вода Источник, да, колодец С живой водой, может быть, Берм Так вот Двадцать восьмой параграф Во второй главе Книги Хофицхайм В живой воде Он говорит следующее Он вообще-то тут обсуждает законы Когда человек сказал что-то сам До этого обсуждалось Когда что-то уже известно троим Можно ли это дальше распространять И было много условий Когда это можно Что то, что Таламуд говорит Что то, что сказано перед тремя Наверняка авторы еще вернутся к этой теме Еще ее не затронули до сих пор Это очень важная тема Потому что Таламуд говорит Что то, что сказано перед тремя Можно дальше рассказывать Это не относится к Лошенгара Но есть разные интерпретации этого Что имеется в виду Или имеется в виду вообще Что сам человек Если говорит перед тремя В каких-то случаях Это не Лошенгара В случаях, когда это Как говорят по-английски Borderline Это не совсем что-то Что явно негативное Это в зависимости от того Если это сказано не секретно А перед тремя То наверняка он не будет говорить Это в стиле Лошенгара Мы все это будем обсуждать Так вот Таламуд Хофицхайм обсуждает В том числе А если человек сам что-то открыл Допустим, мы бы подумали Что это вредно для его бизнеса Такая информация Но он сам открыл, например Что у него уже бизнес подкосился Да, или еще какую-то информацию И раз он это сам открыл Казалось бы, тогда можно Дальше это рассказывать Так вот здесь в пометках Он пишет, что это не так все очевидно И что выглядит, что может быть В каких-то ситуациях все равно Нельзя это дальше рассказывать И в том числе приводит Что если человек, например Открыл перед тремя Что он какой-то грех совершил То может быть, если это будет известно многим То от этого будет больше у него обида И он не захочет этого И в том числе он приводит Раши Из трактата Баба Миция Тут ошибка переписчика У меня напечатано в издании Что это даф нунвав или нунзайн Тут плохо очень видно Но, во всяком случае Это на самом деле даф нунхэт На второй стороне страницы нунхэт В самом низу Говорится следующее в том муде Что нельзя человека обзывать Да, кинуй какой-то И, да, использовать его кличку Даже если он уже привык и не против И на это Раши приводит Что почему нельзя, собственно говоря Потому что он, человек, который его так обзывает Он все-таки хочет его этим опозорить То есть получается, что тем, что ты хочешь его опозорить Даже если сам человек не против этой клички Но ты-то пытаешься его этим Поиздеваться тем, что называешь его по кличке Поэтому это нельзя Это очень строго запрещено Только вот, видимо, отсюда идея Что не всегда человек сам может разрешить Даже если сам не против Во-первых, это не совсем то же самое Что значит Он не то, что всем разрешал себя называть по кличке Он просто привык уже и не обижается больше Но нарекает это что-то очень негативное Называть человека по кличке Имеется в виду кличка, которая неприятная Должна быть Сначала она была неприятна Он просто потом привык Во-вторых, Раши подчеркивает Что человек хочет его именно Называя специально по кличке Хочет его обидеть Получается, тогда и в нашем законе Если они хотят сказать Что нельзя дальше рассказывать про человека Даже если он сам не против Имеется в виду, когда твоя ковона Именно его опозорить этим Если бы человек называл по кличке Чтобы опозорить Как Раши написал Но тогда, если просто человек хочет По какой-то причине дальше что-то сообщить Другому у него есть цель По которой он хочет, например, сообщить То тогда не обязательно Что Лошенхара будет относиться Даже если обычно бы это относилось Но в данном случае Если сам человек не против То в чем здесь Лошенхара? Более того Что интересно Они сами пишут от имени Рабихилала Закса Как я сказал И он говорит следующее Он цитирует дословно на иврите Что спросил это его отец Своего тестя То есть Хофицхайма Ответил ему Хофицхайм на этот вопрос Можно ли говорить про человек Который сам не против Который сам не считает Не запрещает говорить про эту информацию Дальше Можно ли про него говорить Если в принципе это было бы Лошенхара Может ли человек сам разрешить Про себя говорить И говорит он Что Хофицхайм был не уверен в этом И таки он склонялся быть мягким в этом Но в результате он не решил этот вопрос Он не стал это записывать Бесифро в своей книге Он боялся Что из этого выйдет камень преткновения В чем здесь камень преткновения? Я думаю потому что Очень многие люди найдут в себе тогда оправдание И будут говорить плохо про других Говорят что они не против Они уже привыкли Они все равно уже Да они меня не останавливают Раз не останавливают Наверное они согласились Молчание знак согласия И так далее и так далее То есть если только разрешить людям Гейт Лошенхара В случаях когда Тот про кого рассказывают разрешил Или вроде бы не против То тогда люди пойдут на шаг дальше И будут всегда рассказать Лошенхара Считая что в этом этот человек не против Поэтому наверное Хофицхайм боялся Такой хидуш рассказать Но во всяком случае мы видим Всего этого что Весь этот закон который мы сейчас прошли Он отнюдь не очевиден И если имеет применение То только в очень узком случае В действительности Когда именно будет нельзя говорить Про человека То что он сам позволяет Про себя говорить Но что все равно запрет Лошенхара Сам по себе останется Не из-за того что Человек как бы в данном случае Не хозяин чтобы разрешить Да этот запрет По отношению к своему себе Но это получается только При определенных обстоятельствах И то не очевидно Что вообще этот закон действительный Поэтому я хотел это подчеркнуть Это очень важный мой взгляд И на этом на сегодня закончим Мы с вами три дня еще сделали До десятого дня Урок вот сейчас Раиса Бацони Выходит из Исраиля Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...